МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости Савропольского края в изложении корреспондентов в краевой телекомпании СВОЁ ТВ. В студии Илья Захаров. Здравствуйте. Итак, сегодня в программе. Самые красивые и успешные в Ставрополе назвали имена лучших женщин. Кто они? Репортаж Джамильи Прагимовой. С наступающим 8 марта женщин поздравляют нынче везде. И Центр кинологической службы при Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю не исключение. Да, Оливия? Подробности в нашем сюжете. Чаще всего в телефонном разговоре они представляются сотрудниками службы безопасности банка или просят продиктовать данные карты. Почему ставропольцы до сих пор ведутся на уловки мошенников и как этого избежать, расскажем в сюжете. Дети попросили, губернатор сделал. Школьники Селоянкуль получили 15 комплектов новенькой спортивной формы и футбольные мячи. А теперь подробнее обо всем. Каждая из них добилась впечатляющих успехов в карьере, в учебе и в семье. В Ставрополе в канун 8 марта подвели итоги конкурса «Женщина года-2019». Джамиля Ибрагимова о леди, которым все по плечу. Ну чем не модный показ? Женщины дефилируют в платьях. На одних струится шелк, на других сверкают стразы. Кажется, негласное соревнование. Чей наряд лучше? Все эти дамы участницы конкурса «Женщина года». Татьяна Федина участвовала в номинации «Успешная молодость». Очень точно сказано как раз про нее. В свои 22 года она руководитель крупного студенческого отряда, учитель начальных классов. При этом она еще даже не окончила вуз. Поддержать любимого наставника сегодня пришел весь коллектив студотряда. С плакатами в руках студенты признались, рисовали весь вечер. Уж очень хотели порадовать. Она очень веселая, она всегда готова прийти на помощь, всегда готова поддержать, никогда не откажет. И это просто прекрасно. Это правда «Женщина года». Татьяна унесла с собой целую охапку наград. У нее специальный приз зрительских симпатий. Вся сияет. Еще бы такой титул. Говорит, победила, потому что в нее верили. Восторг, счастье. Я очень люблю такие массовые мероприятия, где можно познакомиться с новыми людьми, обрести какие-то новые связи, новые знакомства. И вот как раз-таки этот конкурс позволил это сделать. Они такие хрупкие, красивые, невероятно женственные. Сразу и не скажешь, что эти леди наравне с мужчинами ведут бизнес, занимают высокие посты, участвуют в общественной жизни. То есть по разным фронтам теснят сильный пол. Кто-то из них построил головокружительную карьеру, но только в семье. У Ирины семеро детей, четыре девочки и три мальчика. В ее профессии нет выходных и праздников. Но это как раз та работа, на которую она ходит с удовольствием. У моих детей их семеро, но я их всегда встречаю дома, я их всегда жду, я их всегда накормлю. То есть могу позаботиться хоть их семеро. По традиции в канун самого весеннего праздника в Краевом центре награждают лучших дам Ставрополя. В этом году на звание «Женщины года» претендовали 75 участниц. Победители выбирали в трех номинациях. Между собой боролись леди, которые добились выдающихся успехов в карьере, в учебе, в семье. Вы всегда нас продолжаете в странной сложной ситуации. Всегда переживаете. Ваша любовь и верность всегда нас оберегает, сохраняет, помогает нам совершать то, для чего мы рождены. Развиваться. А на самом деле мы развиваемся только ради вас. Кстати, лучшие женщины Ставрополя домой уже уехали на новеньких автомобилях. Это самый главный приз конкурса. Ну а за успешных леди радовались Джамиля Ибрагимова и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. В канун самого весеннего праздника все спешат поздравить представительниц прекрасного пола. Губернатор Владимир Владимиров побывал в центре кинологической службы главного управления МВД России по Ставропольскому краю, где поздравил сотрудниц с наступающим праздником. Подробности в нашем материале. Буквально недавно мы смотрели на ситуацию. У нас последний праздник города. 240 тысяч человек приняло участие. Это огромное количество. А все зависит от вас и от вашей замечательной работы. Все к службе не вступят уже. Ну стараемся. С 8 марта. Спасибо огромное. Чтобы 8 марта было очень много цветов. Спасибо огромное. Очень много. Чтобы дети, родные, близкие, чтобы пришли обязательно поздравили. Ну и чтобы всегда было 8 марта. Спасибо вам огромное. Такое внимание главы края для Ольги Муслимовой неожиданно и очень приятно. Она работает кинологом уже 15 лет. Говорит, что пришла сюда из-за любви к животным и конкретно к собакам. При этом признается, служба у нее напряженная. Выезжать приходится довольно-таки часто, потому что в городе практически каждый день проходят мероприятия с массовым скоплением людей. Это всевозможные концерты, это всевозможные в школах какие-то мероприятия, в ДК, в ДДТ. То есть, ну, работы хватает. В центре кинологической службы девушек немало. У всех ответственная и важная работа. И даже в праздники они здесь, ведь животные требуют внимания практически круглосуточно. А что вы сейчас не делаете? Сейчас мы вечером. Собачка уже возрастная, да, это девочка. Да, флора у нас, звезда. Она у нас немножко приболела. Суставчики уже возраст, да я это себе знаю. А как вы делаете, что суставчики? Делали рентген, там артроз суставов, где-то забедренные. Кстати, среди четвероногих сотрудников центра тоже немало дам. И к 8 марта они тоже получат свои подарки. Правда, над этим кинологам нужно будет поломать голову. Лакомства служебным собакам почти нельзя. У них свой рацион и отдельное лакомство здесь можно, но в минимизированных количествах, потому что, ну, нежелательно, потому что все-таки специальный корм. Игрушки есть любимые, мячики любят, все любят. А портики играть любят. Ну, к 8 марта что-то будете как-то поздравлять. Обязательно. Я еще над этим не думала, но обязательно что-нибудь придумаю. К поздравлениям присоединяются Антон Киевский и Николай Попов. Ставропольское телевидение. Здоровью детей ничего не угрожает. Речь о школьниках, которые поступили накануне в Изобильнинскую районную больницу с симптомами отравления. Напомню, во вторник в школе села Тищенского 10 девочек почувствовали резкий запах неизвестного вещества, предположительно бытового аэрозоля или парфюмерной жидкости. Школьников доставили в больницу для оказания помощи и наблюдения за их состоянием. Прибывшие на место специалисты экстренных служб обследовали здание, однако источника угрозы не обнаружили. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Главный врач Изобильнинской районной больницы сообщила своему ТВ, что детей уже выписали. Самочувствие школьников удовлетворительное. Следователи предъявили советнику главы «Газпром» Межрегионгаз Раулю Арашукову официальное обвинение в хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании преступного сообщества. Ранее Арашукова подозревали по этим же статьям. Вместе с ним под стражей сейчас содержится его сын, сенатор от Карачаева Черкесии Рауф Арашуков. Его считают причастным к двум убийствам. Кроме того, под арестом сейчас также находятся 5 топ-менеджеров газовых предприятий, в том числе Ставропольского края. Еще трое фигурантов дела Арашуковых объявлены в розыск, в том числе зять арестованного гендиректора, который руководил Ставропольгоргазом. Потеря заработанных, а еще хуже занятых или кредитных денег, испорченные нервы и время на походы по банкам для восстановления карт. Все это грозит человеку после общения с телефонными мошенниками. Почему ставропольцы продолжают поддаваться на их уловки и как уберечь от злоумышленников, тему продолжит Ирина Ивановская. В феврале семья из села Красногвардейского хотела взять кредит на крупную сумму. Подходящие предложения от банков решили искать не в филиалах рядом, а в интернете по запросу получить кредит наличными. Свою электронную заявку разослали по финансовым организациям. Условия одного из предложений устроила. А красивая страничка в интернете и разговоры с сотрудниками банка успокоили будущих заемщиков. Они меня то в кредитный отдел, то в финансовый отдел, потом в службу безопасности. Все это не было похоже на какое-то мошенничество, но было похоже на настоящий банк. Они мне дали номер горячей линии, я позвонила, мне ответили. Тут же я сбросила и опять перезвонила, ну, услышать, что там ответят. Все общение шло по телефону. Оформление кредита затянулось на несколько дней. Сначала потребовалась страховка, потом ссылались на ошибку сотрудника и просили внести еще деньги. Потом еще. Было подозрительно, конечно, то, что банк требует заемщика денег. Это да, оно останавливало. Ну, а с другой стороны, уже была внесена немаленькая сумма для меня. Поэтому как-то было жалко, все-таки была надежда, что они вернутся. В итоге общение с телефонными мошенниками для семьи обернулось потерей 117 тысяч рублей и наставлением от самих преступников. Вам деньги ваши никогда не вернутся. Это будет для вас уроком на всю жизнь. Всего доброго, были его последние слова. Также вежливо и цинично берегите себя. Со своей жертвой попрощались еще одни обманщики. Любовью они представились сотрудниками службы безопасности всех банков. Разговаривали официально, обращались по имени-отчеству и интересовались операцией оплаты, которая, мол, прямо сейчас происходит с ее карты. Полтора часа испуганная и растерянная она провела с трубкой в руке. Напористо очень, прямо вот давлеют над тобой, прям невозможно отвязаться от них. Просто нужно было включить мозг, скажем так, и отключить. Но я не могла. Вот зная, что это нельзя, я им назвала и номер карты, и еще коды, которые они присыпали. Кстати, обе женщины не раз слышали о телефонных мошенниках, знали, что нельзя делать в таких ситуациях. Но преступники оказались хорошими психологами. Слишком настоящими потерпевшим показались доводы мошенников, эффект неожиданности и та обстановка, которую организовали преступники за разговором. Для достижения достоверности во время беседы телефонные мошенники создают даже специальный звуковой фонд. Например, слышны чужие голоса, человека переключают между отделами и даже ставят линию на удержание для якобы решения вопроса. Чтобы не угодить в ловушку злоумышленников, нужна бдительность. Не поддавайтесь на провокации собеседников, предупреждают правоохранители. Универсального средства защиты нет, но как минимум странным будет звонок сотового номера или зарегистрированного в другом регионе, хотя человек представляется безопасником, например, Московского банка. Также не обязательно продолжать разговор и можно проверить номер телефона в интернете. Люди, которые ранее были обмануты данным способом, выкладывают какие-то свои соображения по данному поводу, что они были обмануты и этот номер принадлежит мошенникам. Ну а пострадавшим от рук мошенников следует обращаться в службу безопасности банка, блокировать карты и немедля идти в полицию. Ирина Ивановская, Сергей Трегубов, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Возмутительная жестокость. В Светлограде двое мужчин напали на 79-летнюю женщину. Ночью они проникли в ее дом через окно в надежде найти много денег, но просчитались. Денег у пенсионерки не оказалось. Тогда злоумышленники связали ее, сорвали цепочку, а после забрали мобильный и скрылись. Мужчин ждет наказания. Полицейские их нашли и возбудили уголовное дело. Другие происшествия в оперативной сводке. Сегодня рано утром в районе Невиномыска произошла страшная авария. В результате ДТП 6 человек погибли и еще 5 с травмами доставлены в больницу. По данным правоохранителей, грузовой ЗИЛ выехал навстречку прямо в лоб минивену «Мерседес». В котором находились 10 человек. Авария произошла на федеральной трассе «Кавказ» недалеко от поворота на Дворцовское. Установлено, что микроавтобус направлялся из Азербайджана в Москву. По факту ЧП проводится проверка. Обман не удался. В Красногвардейском районе сотрудники ГАИ заметили внедорожник, водитель которого при виде полиции сразу остановился и потушил фары. При проверке документов двое мужчин в машине вели себя странно. Говорили, что водитель якобы сбежал, а они всего лишь пассажиры. Сопротивлялись и не выполняли требования полиции. Оказалось, что один из них и есть водитель. Пьяный и без прав. В отношении каждого мужчины составили административный материал. Остались без крова. Ночью в одном из домов Арсгирского района начался пожар. Семья с двумя детьми проснулась от запаха ГАИ. К этому времени пламя охватило большую часть жилища и перекрыло выход из дома. Людям пришлось спасаться через окно. Пожарные почти два часа боролись с огнем, который полностью уничтожил дом. Полтора миллиона рублей на ветер. В одной из организаций Красногвардейского района полицейские нашли больше 350 коробок с безакцизным алкоголем. В общей сложности изъято свыше 7 тысяч бутылок спиртного под брендами известных торговых марок. 60-летний владелец незаконного товара потратил на все это добро порядка полутора миллионов. Теперь ответит по закону. Смертельная ревность. 42-летняя жительница Изобильного предстанет перед судом. Женщину обвиняют в убийстве. Как сообщили в Краевом следкоме, в ноябре прошлого года она отдыхала вместе с сожителем. В какой-то момент гражданские супруги начали ругаться из-за ревности мужчины. В порыве гнева обвиняемая зарезала ревнивца. Срок наказания определит суд. Хорошая новость из Грачевки. Там, после нашего сюжета, из реки убрали так называемый мусорный мост. Также местные власти демонтировали трубу, вокруг которой собирались отходы. О ликвидации плавучей свалки, которая образовалась в местной речке, сообщил редакции своего ТВ глава Грачевского сельсовета Александр Сараев. По его словам, с проблемного участка вывезли два КАМАЗа мусора. В основном это были пластиковые бутылки, которые приплыли в село, в том числе из Ставрополя. Северокавказский федеральный университет в скором времени может возглавить проректор Дмитрий Сумской. Его кандидатуру предложила действующая руководитель СКФУ Алина Левицкая на заседании ученого совета. Дело в том, что в июне этого года истекут ее полномочия как ректора. И Минобразование посоветовало рассмотреть претендентов на пост нового главы. После открытого голосования Советом ВУЗа кандидатура Дмитрия Сумского, работающего в СКФУ с 2012 года, была единогласно принята. Теперь это обсудят в Министерстве науки и высшего образования России. А после примут решение о назначении нового ректора Северокавказского федерального университета. Ставропольские школьники программируют роботов. В Краевом центре проходят уроки цифры. Ученикам рассказывают об искусственном интеллекте и машинном обучении. Уже в ближайшее время, по мнению экспертов, появится около 50 новых профессий, связанных с цифровыми технологиями. Особенно важным и полезным станет навык программирования. Этому школьников также учат на необычных занятиях. Например, дети пишут программы для роботов, которые работают в виртуальных зоопарках. Век цифровых технологий активно вникает и внедряется в нашу жизнь, в повседневность. Основная задача – это доводить школьникам то, что все, что в настоящее время создается и развивается в сфере IT-технологий. Это удобно, это важно и это на самом деле способствует быстрому как развитию, саморазвитию, так и облегчению наших жизненных ситуаций. Получение услуг, получение каких-то сервисов, оплата услуг и так далее. В Ставрополе отметили Всемирный день громкого чтения. У библиотеки на главной площади города поставили микрофон и пригласили всех желающих прочитать любимые стихи. Приобщилась к прекрасному и Яна Лукошкина. Ей слово. Читать стихи вслух, а тем более публично, непросто, особенно если выступаешь на главной площади города. Однако это нисколько не напугало ставропольских любителей поэзии. В день громких чтений, которые отмечают в России в первую среду марта, у микрофона собралась целая очередь желающих. Профессиональных чтецов и тех, кто увлекается этим для души. Татьяна, например, выступила с собственным стихотворением. Написала его специально к праздничной дате. Птицы, верьте гнезда из пера и веток. В пары собирайтесь. Заводите деток. Я всегда читаю стихи, чтобы видеть глаза человека. Когда я вижу, как реагируют на мои стихи, я вижу, что да, я угадала правильную линию. И когда сегодня я вышла, вот это стихотворение прозвучало впервые, я вышла, я видела, как тепло меня принимают. И, в общем-то, спасибо, что я здесь. Стихи читали самые разные. Классику и малоизвестные, грустные и веселые. В большинстве своем актуальные. О весне, масленице и любви. Я не уверена, что все россияне знают этот праздник, но, безусловно, его знают ставропольцы. Потому что уже пятый год, в первую среду марта, под эгидой Министерства культуры Ставропольского края проходит акция «Время читать». Желательно, конечно, привлечь к ней как можно больше людей. Вот кто нас увидит в библиотеке? Только те, кто ходит в нее. А вот сегодня пройдут ставропольцы и гости краевой столицы, увидят, присоединятся. Масштаб ставропольских громких чтений растет с каждым годом. В этот раз участие приняли ученые, прозаики, поэты, школьники и студенты города. Их выступлением и насладились Яна Лукошкина и Ярослав Пересыпкин. Ставропольское телевидение. Железноводские танцоры представят край на Всероссийском фестивале. В Ставрополе выбрали самых спортивных паб, а в Ипатовском округе заложат большой черешневый сад. Самые интересные события из жизни края в нашем обзоре. Ставропольское телевидение. В Ставрополе выбрали самых спортивных паб. Канун Международного женского дня свою удаль показали мужчины из краевого центра. В столице края прошел финал городского конкурса «Отцы – молодцы». За звание самых спортивных боролись паб и учащихся из разных школ города. Отцы перетягивали канат, пробивали футбольные пенальти, бросали мяч в кольцо. Лучшими оказались пабы из школы номер 26. Всех финалистов награждали кубками, грамотами и ценными призами. В этом году на Ставрополе заложат новые черешневые сады на площади более 60 гектаров. Самый большой сад, по информации Краевого Минсельхоза, намерены разбить в Ипатовском городском округе. Его площадь составит 30 гектаров. Также фруктовые сады появятся в Петровском, Кировском районах и Георгиевском округе. На Ставрополе черешню сегодня возделывают на площади более 123 гектаров. Основные территории сосредоточены в Георгиевском и Минераловодском округах. В парк Невиномыска привезли пятнистых оленей. Новых обитателей пока двое. Это самцы, но в ближайшее время к ним планируют подселить 8 самок. Животные здоровы, привиты и чувствуют себя хорошо, рассказал директор парка. Оленям построили вольер с кормушками и укрытиями от непогоды. Также в администрации Шерстянника сообщили, что скоро у цветочных оленей появятся соседи – европейские лани. Спортивная новость из небольшого села Янкуль, что в Андроповском районе. Местная школьная футбольная команда теперь будет играть в новой форме. Это подарок губернатора Ставрополья. С юными спортсменами пообщался Алексей Форсиков. Маленькое село, маленькая школа, дружная футбольная команда. В январе Андроповский район посетил глава региона Владимир Владимиров. Тогда он спросил у школьников, чего им не хватает для занятий спортом. Мне очень понравилось то, что он обратил внимание на нашу школу. Мы попросили у него спортивный инвентарь. Просто у нас в школе его не хватает. Обещанного долго ждать не пришлось. В школу приехал министр спорта Края Роман Марков. С подарками – футбольная форма и мячи. Да не простые, а с автографами известных ставропольских спортсменов. Губернатор Владимир Владимиров передал форму, в которой бы, конечно, хотел бы видеть на майках эмблемы нашего Андроповского района. И чтобы вы выигрывали достойно и стали чемпионами района, края, наверное, Российской Федерации. Спасибо большое. Новую форму тут же обновили. У детей очередная тренировка. Нам эта форма очень понравилась. Все ребята довольны. Спасибо, Владимир Владимирович, за такую форму. Всем очень форма понравилась. Хотелось бы поблагодарить Владимира Владимировича за такой подарок. Ближайшие соревнования, на которых янгольские футболисты выступят в новой форме – чемпионат Андроповского района. За будущими чемпионами следили Алексей Форсиков и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. В продолжении спортивной темы. Накануне вечером гандболисты «Динамо Виктор» отпраздновали победу в Саратове над местным клубом «СГАУ». Хотя начало встречи ничего хорошего ставропольским болельщикам не обещало. Саратовцы сразу вышли вперед на четыре мяча. К экватору викторианцам удалось ликвидировать отрыв. На перерыв команды ушли при счете 15-14 в пользу хозяев. Качели продолжились до середины второго тайма, после чего инициативой безраздельно завладели наши земляки. За вторую половину тайма хозяева смогли отличиться лишь однажды. Итоговый счет 28-23. Примечательно, что лавры лучшего бомбардира поделили сразу три ставропольских снайпера. Вячеслав Касаткин, Антон Волков и Иван Харитонов. Отметим и уверенную игру на последнем рубеже нашего галкипера Кирилла Морозова. Он отразил 9 бросков и показал невероятный показатель спасений. 39 процентов. Много ошибок было и у них, и у нас. И как-то вот так вот. Но, наверное, выиграл тот, кто их сделал меньше. Вот мы во втором тайме как-то очень мало было ошибок. И отстояли в защите хорошо. Ну и была вот контратака. Ну, то есть, наверное, скорее всего, успокоились после первого тайма. И вышли уже заряженные на игру такие. Ну и понятно, что была мотивация, что нужно было уигрывать эту игру. И вот так случилось, да. Сразу после новостей в эфире своего ТВН новый выпуск документального проекта «Человек на своем месте». В этот раз героем программы станет молодой и перспективный художник. Его называют одним из лучших стрит-артеров Юга России. Дмитрий Кубраков рисует с самого детства. А вот любовь к паркуру и уличным культурам появилась сравнительно недавно. Дима стал членом общественной организации «Оффбитс». А потом еще и одним из организаторов всероссийской премии «Карда». О взлетах и падениях, таланте и искусстве расскажет сам герой. Проект Александр Бакалюк «Человек на своем месте». Сегодня в 20.00. Пропустили какую-либо новость? Не беда. Найдите ее на нашем сайте stv24.tv. А у меня на этом вся информация. Всего доброго и до встречи на своем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!